Друзья, добрый день! С вами Южный Федеральный Университет и проект «Открытый диалог», где мы рассказываем о том, как поступить в магистратуру. Сегодня мы поговорим о том, как работать с ранжированными списками и ответим на часто задаваемые вопросы. Давайте начинать! Первый вопрос звучит так. Насколько магистрских программ можно подать в документы абитуриенту? Количество программ, на которые вы можете подать документы, не ограничено. Количество согласий на зачисление на ту или иную программу тоже не ограничено. Имейте это в виду. Второй вопрос. До какого числа необходимо предоставить оригинал диплома для зачисления на бюджет? Друзья, подать документы в магистратуру вы можете на нашем сайте или сделать это почтой, доверенным лицом или лично до 6 августа. А подать оригинал диплома вы можете только очно в приемную комиссию до 25 августа 2022 года. Приемная комиссия находится по адресу в городе Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 148, это здание Зональной научной библиотеки ЮФУ, а в городе Таганрог, перелог Некрасовский, 44, корпус Д. Далее обратите внимание на перечень программ, требующих предварительного медицинского осмотра. Это необходимость справки формата 086У и 302Н. Формат справки вы выбираете самостоятельно, они подходят обе. Это программы электроэнергетика и электротехника, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование и профессиональное обучение по отраслям. Если вы поступаете на эти программы, то оригинал медицинской справки подается вместе с пакетом документов в приемную комиссию. Не забывайте об этом. Далее вопрос о вступительных испытаниях и когда они будут проходить. Вступительные испытания по направлению подготовки магистратуры университета проводятся не позднее 19 августа 2022 года в соответствии с установленным расписанием. Ознакомиться с расписанием и форматом экзамена вы можете на официальном сайте Южного Федерального Университета svedu.ru, раздел «Поступление», «Магистратура». А при прохождении экзамена в формате «Портфолио» плюс «Собеседование» портфолио подгружается не позднее, чем за 3 дня до даты экзамена. Следующий вопрос. Где можно найти списки поступающих? Увидеть себя в общем списке поступающих вы можете, зайдя на сайт svedu.ru, в раздел «Поступление», пункт «Статистика приема». После выбора локализации, формы обучения, уровня образования, перед вами появится перечень для ознакомления. В целях защиты персональных данных поиск по списку производится по СНИЛС. Если вы иностранный гражданин и не имеете СНИЛС, в личном кабинете в разделе «Анкета» отображается уникальный код, по которому вы сможете искать себя в списках поступающих. Список формируется в алфавитном порядке и никак не связан с баллами абитуриентов. И, друзья, если у вас возникают технические проблемы или вопросы по работе с личным кабинетом поступающего, обращайтесь по номеру горячей линии приемной комиссии 8 800 700 33 98, либо по электронной почте cpk.sobakasfedu.ru. Теперь поговорим о ранжированных списках. Зачисление поступающих для обучения по программам магистратуры осуществляется в соответствии с ранжированными списками по следующим основаниям. Первое основание – это по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленные как суммы баллов за вступительные испытания и индивидуальные достижения. Второе основание – это при равенстве суммы конкурсных баллов по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительного испытания. И третье основание – это приравенство по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. Более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл предоставленного документа об образовании и установленного образца. Например, вы подаете документы на программу генетика и находите себя по номеру СНИЛС в списке поступающих. На предусмотренные 12 бюджетных мест документы подали 22 человека, и только 5 из них оставили оригинал диплома и согласие на зачисление. Эти данные отмечены галочкой в соответствующих столбцах, что дает приоритет при поступлении, если абитуриент оставил в университете заявление на согласие поступления и оставил оригинал документа об образовании. Итого, у вас есть все шансы поступить на это направление, если вы оставите эти документы, потому что согласие и оригинал подали только 5 человек из 22. Зачисления для обучения по программам магистратуры в ЮФУ производятся 1. Поступающих на места в пределах целевой квоты до 23 августа, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема 27 августа, поступающих на места с полным возвещением затрат на обучение не позднее 30 августа. И подавайте согласие и оригинал документа об образовании, ведь это обязательные условия для поступления. Здравствуйте, меня зовут Станислав Труфанов, я руководитель магистрской программы факультета бизнеса капитаны предпринимательства и управления проектами. Мы свели в эту программу весь свой опыт практический реализации акселерационных программ под методиком Lean Startup, по методикам Кремниевой долины. С одной стороны и с другой стороны капитанский опыт, то, что сегодня представляет собой классический бизнес, те методики продаж, переговоров, софт-скиллы. И это представлено в магистрской программе предпринимательства и управления проектами. Она идеально подойдет для тех, кто хороший специалист или эксперт в какой-то области, но очень хочет развиваться здесь и создать свое дело. Либо технологическое предпринимательство, либо даже, может быть, стать техноброкером, у нас для этого есть отдельный трек. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, поступайте к нам. Практики научат вас всему, что сегодня нужно на рынке. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Изначально я поступила на программу с целью углубить свои знания в области психологии и педагогики. Но спустя время я поняла, что программа включает в себя синтез новейших технологий, образовательной и исследовательской деятельности, погружает в мир современной науки, открывает новое пространство использования диджитал-технологий в работе психолога. В процессе обучения я приобрела полезные навыки и знания взаимодействия с образовательной средой, погрузилась в деятельность современного практического психолога, узнала некоторые тайны науки психологии и, конечно же, применила на практике полученные знания. Теперь я являюсь сотрудником Южного федерального университета. Специалист с дипломом государственного образца всегда будет востребован на рынке труда. Более, если он испытывает удовольствие от того, чем он действительно любит заниматься. Друзья, мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы. В телеграм-канале мы отвечаем оперативно онлайн, а на вопросы, которые вы задаете в форме обратной связи на stadi.svedu.ru, мы отвечаем здесь. Сейчас на экране вы увидите QR-код на топ-линк, где собраны все каналы для связи с нами. На этом сегодня все. Спасибо, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!